В Югре финальный день выборов президента России. Избирательные участки, а их в округе 734, будут работать до 8 часов вечера. Голосование, как показали два минувших дня, проходит в спокойном режиме. За его легитимностью и безопасностью следят члены избирательных комиссий, общественные наблюдатели и сотрудники полиции. По состоянию на 12 часов дня в Югре проголосовало 843 тысячи человек. Это почти 75% от общего количества избирателей. Жалоб и обращений не поступало. Мы рады, что такое количество наших югорчан пришли на избирательный участок. Но напоминаю, избирательные участки открыты. Они открыты сегодня до 20 часов. Мы ждем тех, кто еще по какой-то причине не подошел. Будем рады видеть. На всех участках стараемся создавать праздничную атмосферу. Нарушений законодательства со стороны избирательных комиссий в Югре нет. В региональном штабе общественного наблюдения рассказали, как прошел второй день выборов президента России. Активисты следят за ходом голосования в центре общественного наблюдения в Ханты-Мансийске. Здесь на больших экранах идет прямая трансляция из муниципалитетов. Происходящее фиксируют полторы полтысячи камер. Напомню, в эти дни в Югре на участках работают 1789 наблюдателей. Общественники отмечают, что выборы проходят в спокойном формате, а югорчане проявляют высокую активность и гражданскую ответственность. Мы наблюдали за счастливыми теперь уже обладателями квартир, автомобилей, искренне радовались за наших избирателей. Видели счастливые лица наших наблюдателей общественных с наших избирательных комиссий. Они нам по-прежнему оперативно сообщали о ситуациях на избирательных участках. Нарушений в части работы участковых избирательных комиссий на данный час также не зафиксировано, как и в первый день голосования. Про голосовать югорчане могут даже находясь в больнице. Своё избирательное право реализовали уже порядка 300 пациентов. Для этого в стационарах УКБ Ханты-Мансийска работают члены участковой избирательной комиссии. Выбрать президента России могут не только пациенты, но и работники больницы, которые круглосуточно трудятся и не имеют возможности прийти на избирательный участок. По данному УКБ, за два дня выборов проголосовало больше двух с половиной тысяч сотрудников. Как организована процедура голосования в хирургическом отделении, проверила уполномоченный по правам человека Наталья Стрибкова. На сегодняшний день у меня члены мониторинговой рабочей группы работают по всему округу, и мы с ними в постоянном контакте в режиме онлайн обвиниваемся информацией. До сей минуты не поступило ни одного сведения о том, что чьи-то права были нарушены или было нарушено законодательство при процедуре голосования. Как в помещении для голосования, так и вне помещений для голосования. У нас находится на лечении порядка 700 пациентов. Это не только пациенты круглосуточного стационара. Это сопровождающие родители своих маленьких детей, либо сопровождающие инвалидов, какие-то родственники, либо социальные работники. Плюс некоторое количество наших пациентов находится на дневном стационаре и располагается в пансионате. Это более полутора сотни наших пациентов. Поэтому с окружным штабом, с городским штабом мы отработали все мероприятия для того, чтобы люди, находящиеся на лечении как на круглосуточном стационаре, так и на дневном, могли абсолютно спокойно реализовать свой гражданский долг и принять участие в выборах. Третий завершающий день голосования на выборах президента России стартовал сегодня также активно и бодро в Сургуте участково-избирательные комиссии. Сегодня работают и на выездных участках. Сейчас мы находимся здесь, в месте, где рождается счастье. Конечно, и о Центре охраны материнства и детства. Алексей Викторович Дворников, заместитель председателя участково-избирательной комиссии 739. Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, об особенностях организации выездного процесса голосования. Особенность, наверное, отличия выборов в помещении для голосования и выездной только в том, что оно выездное. Больше ничего. Насколько активны мамы югорчанки? Как у них настроение сегодня? Мамы очень активны, настроение у них прекрасно. Можно спросить у них. Я полагаю, что они делают выборы для себя и для своих будущих детей. Наших прекрасных женщин, сегодня желающих проголосовать, 70 человек в этом здании. Это не только беременные, женицы и родильницы. Это женщины, которые у нас получают лечение в других отделениях. У нас много отделений. Наше будущее страны должно быть светлым. С учетом, что у меня все мальчики, конечно же, чтобы в нашей стране был мир в первую очередь. Потому что это, наверное, самое главное для матерей любых поколений и любого возраста. Мы ответственны за... У нас есть дети, которые будут расти, развиваться в этой стране. И я думаю, что мы должны заботиться и о их будущем. Мы, получается, лежим вынужденно, а к нам приходят, сами пришли, предложили. И я уже не думала, куда мне идти, какие госуслуги, куда заполнять, что-то, что-то. То есть было все вообще предельно понятно. Я очень обрадовалась, когда пришла девушка, мне предложила проголосовать. Стереотип, что в центре охраны материнства и детства находятся только мамы, как раз таки нет. Вот сегодня на избирательный участок пришел и папа Дмитрий. Здравствуйте. Вы уже сделали свой выбор. Расскажите, пожалуйста, всегда ходите на выборы? Конечно. Мы сами должны выбирать, кто должен править такой большой федерацией. А когда сказали, что можно проголосовать прямо здесь, вы как отнеслись к этому? Я сначала, когда мы шли сюда, была запланированная операция. Сначала переживал, думал, ну, на госуслугах проголосовать там как-то непонятно для меня это все. А потом, когда мне сказали, что можно так проголосовать, я прям был. Обрадовались? Обрадовался, доволен, да. Голосуют сегодня в центре охраны материнства и детства особые пациенты. 5 марта вся Югра следила и поздравляла с рождением тройни жительницу нефтьюганскую Мутрибу Аликулову. И сегодня она, конечно же, тоже пришла на избирательный участок в центре охраны материнства и детства. Мутриба, здравствуйте. Я так понимаю, для вас это первое голосование в жизни в принципе, да? Да. Как назвали? Хасан, Хуса и Тахир. Как вам в статусе сразу многодетной мамы? Ну, мне нравится. За какую Россию сегодня голосуете вы, многодетная мама? За развивающую Россию. Я хочу, чтобы мои дети росли в мирном стране. Спасибо вам большое. Я еще напомню, что сегодня в завершающий день голосования можно до 2 часов дня позвонить в участковую избирательную комиссию, если вы по каким-либо причинам не можете прийти на свой избирательный участок. И сегодня, если вы это сделаете, то до 20 часов вечера избирательная комиссия обязательно приедет к вам, и вы сможете исполнить свой гражданский долг. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут. Напомню, практика трехдневного голосования введена в Россию несколько лет назад, еще в период пандемии. Такое расписание оказалось более удобным для россиян. За три дня людям легче выбрать время, чтобы прийти на участок. Сегодня свой выбор сделал депутат Думы Югры Алексей Савинцев. По словам парламентария, высокая явка делает голосование максимально прозрачным и честным. Вчера и позавчера проголосовало в разных городах 60-90% населения. То есть, представляете, что если вы встанете с их диванов, придете, проголосуете, то, скорее всего, произойдет 95-100% населения придет на выборы. В этих условиях мухлевать нельзя. И вы увидите самые легитимные и честные выборы в истории Ханты-Мансийского округа. Выборы в прифронтовом Донбассе не только большая организационная работа, но и риск для самих сотрудников избиркома. Округ пристально следит за ситуацией в Макеевке. Югра взяла шеф-то над городом, потому что ей не безразлична судьба наших людей. Сейчас они трудятся на участках, по которым многократно наносились артиллерийские удары. И риск не становится меньше. Библиотекарь Оксана одной из школ Чирона в гвардейском районе Макеевки рассказывает о своей не самой спокойной специальности во время войны. Ракета от града пробила все этажи школы насквозь и, к счастью, не взорвалась. Я удивляюсь, тут же все же книжками было завалено. То есть это у дяды библиотека сейчас находимся? Да, это библиотека. Здесь были все время книжки лежали. К тому же разбирали после завала. Я удивилась, как вот там даже, ну как, некоторые бумажки были чуть как подгоревшие, как не загорелось и не сгорели все учебники новые для детских. Вот этому я удивилась. Записывали интервью еще в январе до взятия Авдеевки, откуда по району гвардейки. В СУ били регулярно. Только в эту школу попало четыре раза. Книги, которые чудом уцелели, были поставлены в учебные заведения из Югры. Вообще вот этот район часто обстреливают? Очень часто. Вот, ну сейчас немножечко вроде как, надеемся, чуть поутихло. Но все равно прилетает и в поля прилетает. Это обычный жилой мир район? Да, тут же люди живут. И здесь объектов-то нет военных? Нет, здесь объектов военных нет. Какие-то тут школа, училища, магазины. Мы снова в школе, где сейчас действует один из 17 избирательных участков самого опасного района Макеевки. Идет голосование. В помещении уже тепло. С момента нашей последней съемки починили крышу, дали свет. Сделали ремонт. Вот люди, которые работают здесь, вот, это смелые люди? Это самоотверженные, отважные и смелые люди. В основном это, конечно же, женщины. Страшно говорить, но к этому они уже привыкли. И понимают, что работать всегда им приходится в экстремальных условиях. Ну, это реалии сегодняшнего дня. Как всегда для наших женщин именно работа является неким успокоительным и релаксирующим средством. Вам чисто по-человечески здесь не страшно находиться? Ну, как вам сказать. Ну, немножечко тревожность какая-то есть, но в связи с объемом работы об этом иногда забываешь. На Донбассе явка одна из самых высоких среди четырех новых территорий России. Вполне ожидаемо. Люди ждали 10 лет. Народ вообще идет на выборы? Да. Да. Народ очень этого ждал решения. Очень гордится этим, что у нас уже есть возможность принять участие в выборах президента Российской Федерации. И все идут припуднятым настроением, семьями, командами. И очень этому рады. Нам хочется наконец-то почувствовать себя гражданами большой страны. И, ну, конечно же, это наше будущее. И мы надеемся, что оно будет светлым и хорошим. Виталий Сопрыкин, Курпун, телекомпания «Югра» в Макеевке. Юные югорчане активно участвуют в викторине достижений «Югры». Испытать свое везение пришел и школьник из Белого Яра Марк Шагин. Молодой человек прославился тем, что передал свой подарок президенту России. И вместе с губернатором округа Натальей Комаровой запустил эстафету рукопожатий, приуроченную Году народного сплочения в Югре. К викторине Шагины готовились с основателем, всей семьей. Вместе изучили материалы на сайте, вместе отвечали на вопросы, вместе получали памятные подарки. Марк посоветовал всем своим сверстникам также принять участие в викторине. Я бы посоветовал, потому что подарки – это не главное. Нужно набираться ума. Ума набираться. В Ханты-Массийске построили Красный Дракон. Это такой мост, который соединяет два берега от Иртыша. Подамбилось 12 тысяч тонн металла.